В Волгограде начала работу выставка «Царицын православный». В рамках ярмарки пройдут мероприятия форума «Радость слова». На открытие побывал митрополит Волгоградский и Камышинский Федор и епископ Калачевский Палацовский Иоанн. Настоящая возможность для волгоградцев побывать сразу во многих храмах и монастырях не только России, но и соседних государств. Выставка «Царицын православный» будет работать в городе до 24 ноября. И вот пусть, божественный логос, сердце каждого из нас укрепляется и преврастает, позволяя нам в противнику возраста совершенного человека. Я хотел сказать свою благодарность Иоаннскому Совету Восстанской Патриотии и лично другому клиенту за то, что дали нам возможность сегодня здесь представить более тысячи книг православной литературы. «У каждого из нас в душе теплится нерукотворная лампада, молитвы. И вот этот огонек, который, как вы сказали, необходимо вам отгревать, чтобы исто превращалось в пламя. И пусть сегодня и растеплится». Главная святыня выставки – ковчег с частицами мощей, мучениц веры, надеждой, любовью и матерей Софии из московского монастыря. Гости ярмарки замечают – это уникальная возможность помолиться у мощей святых о благополучии собственными своих близких и получить утешение души. «Помолиться за ближних, чтобы было у всех все хорошо, мир, чтобы был, поцарил, чтобы люди тянулись больше к церкви». Также многие святые обители привезли в Волгоград и своими сночтимые иконы. Чудесную историю образа Божьей Матери Треяручица рассказал священник Георгий Ермолов, настоятель храма великомучника Феодора Стратилата. «Одному жителю нашего хутора из-за сахарного диабета ампутировали обе ноги, хотя уход за ним был, но все равно не пошли кератозы, мокрые язвы, пролежни, и никакие лекарства из аптеки, из ветаптеки не помогали. Дочь у него работает стоматологом Гордом Михайловкой, хотел уже лазером прижигать эти болячки. Вот соседка в социальной работе, Люба Буравлев, пришла в наш храм, взяла масло, иконы, два раза помазала, даже родинки со спины у него прошли». Работы, произведенные в собственных мастерских, на выставке представляют более ста приходов и монастырей. Минский Свято-Елисаветинский монастырь не первый раз участвует в Волгоградской выставке. «Мы печатаем книги, у нас много достаточно литературы, диски. Это такое единство. Это просто мы все родные люди. Вот приходят люди, а не просто вот чё-то и братья приходят. Вот только что недавно вот с мужчиной поговорила, ну просто как с моим братиком. Все родные люди». «С удовольствием приезжают на выставку-ярмарку и представители разных частей Волгоградской митрополии. Привозят лекарственные травы, одежду, угощения монастырской кухни, мед, собственных пасек. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть большую экспозицию православных книг и фотовыставку. По традиции, каждый день здесь будут служить молебны, показывать православные фильмы, проводить тематические конференции. А еще беседы со священниками. Ведь все-таки самое главное не только приобрести товары для себя и своих близких, но и найти что-то для своей души». Продолжение следует...